Архангельск, столица Архангельского края, собственно, Поморье, обычно еще Архангельскую область называют. Ну, административный центр Архангельской области, один из крупных городов на севере Европейской части России. Население около 300 тысяч человек в настоящий момент. Первоначально это называлось Новые Холмогоры, по монастырю стали называть с 1613 года. То есть, там имелся монастырь Михаила Архангельского, он еще с 1419 года, то есть, аж с 15 века там монастырь. А когда город перенесли, то начали называть по городу, поэтому Архангельский город или Архангельск. Значит, почему перенесли? В 1553 год англичане открыли путь в Белое море и началась торговля с Англией именно через эти места. Поэтому Иван Грозный приказал построить крепость там в устье Двины. Ну и открыли, значит, свободу этого Михаила Архангельского монастыря. И вокруг него поставили тоже крепость. Называлось это Новые Холмогоры, потому что ранее там центром торговли северной были Холмогоры. А перенесли просто ближе к берегу, да, Холмогоры дальше от берега. Ну, уже вот как только построили, с 80-х годов 16 века Холмогора стала основным центром русской внешней торговли, потому что больше выхода так морям и не было. Порядка 60% доходов всей государственной казны приносили, значит, Архангельск приносил, да. Ну, а естественно, чем торговали? Из Сибири пушнину. Вот народы Сибири заставляли их бить несчастных всяких животных таежных. Потом их через вот этот Архангельск вывозили в Европу. И вот в основном на этой и жила Россия, между прочим, длительно. Где-то 1596 год появляется уже название Архангельский город. И 1613 год официально называется Архангельском. В 17 веке, в общем-то, все это процветает. Международный торговый порт все время растет. Потом с началом Северной войны вообще заблокировали шведы какую бы то ни было торговлю. Поэтому Архангельск вообще очень важным стал. Именно в начале Северной войны. Там строили первый флот, верфь построили. Крупный в смысле флот. Флот-то был, просто крупные корабли имеется в виду. Ну, про Северную войну я рассказывал. В Архангельск был десант шведский, который был отбит. Однако с 1718 года прямо Петр напрямую запретил вывозить через Архангельск, чтобы то ни было, чтобы развивался Петербург. То есть вот Петр как бы знаменит тем, что Архангельский флот строил, но он же Архангельск фактически отменил. Как обычного Петра, там все просто административно. Чтобы через Архангельск не возили, чтобы развивался вот его новый город Петербург. При Екатерине сняли все это, конечно, но Архангельск уже был совершенно периферийный. Единственное, что в Наполеоновские войны была континентальная блокада Великобритании французами, поэтому опять с контрабандой через Архангельск торговались в Великобритании, и там кратковременно он возродился. Ну, потом снова опять заглох. В XIX веке в основном лесопромышленный. Также был базой для освоения Арктики. И длительно он был единственный северный порт, однако построили Мурманск в XVI году и стал уже не единственный. Но через Мурманск и Архангельск шли военные суда в Россию, опять же, во время Первой мировой войны, когда опять перекрыли немцы Балтийское море, а турки черные. Затем там была кратковременная интервенция, я про это рассказывал в клипах по истории, поэтому не буду. В XX году взят Красный Армией, и опять там, как и в Сибири, меняли все время, значит, административные единицы. С 1 октября 1929 года был образован Северный край с центром в городе Архангельске. И вот к Северному краю восходит уже теперешняя область. Ну, это про область я рассказывал в области. Ну, в общем, областной центр он так и остался. Уничтожили множество храмов, но не стали менять название города, несмотря на то, что там ангелы есть название. В военные годы опять, значит, Германия, опять воюем на Балтике, поэтому опять через Мурманск и Архангельск шли, соответственно, грузы уже по Ленд-Лизу из Англии. Ну, там было тяжело, значит, бомбила немецкая авиация, население уменьшилось значительно Архангельска в этот период. Ну, кроме того, был дефицит продуктов питания, болели цингой, рахитом и так далее. Рыболовный флот сократился, в основном же рыбу ловили, а там война пошла, все, рыбаков тоже всех бомбили, убивали и так далее. Ну, ели в войну там водоросли, болотные ягоды, тюленей начали убивать. Вот как-то так. Ну, после войны восстановился, строили мосты через Двину, как раз в послевоенный период. В 90-е тяжелый экономический кризис, опять сократилось население, закрыли ряд предприятий, и закрытие предприятий продолжалось, на самом деле, и в нулевые, и в десятые. В нулевые и десятые в определенной степени восстанавливается экономика, но часть лесозаводов все-таки закрыли и в это время. Герб Архангельско-исторический, 1780 года, восстановили в перестройку. Летящий Архангел вооружен пламенным мечом и щитом и поражает поверженного дьявола. Географически вот картинка, устье Северной Двины, 30 километров от впадения Двины в Белое море. Равнина, что во многом определяет климат, высота над уровнем моря 7 метров. Вот климат умеренный, в общем-то морской, вот цифры-то хорошие, но минус 12 это, в принципе, жара в Сибири в январе считается. Вот минус 12 это легкая температура в январе, правда, если ветер сильный, может быть и плохо переносится. В июле тоже не жарко, 17 градусов. Но из-за того, что открытое пространство, там сильные перепады, это цифры средние, на самом деле там и зимой до минус 30 может долбануть, смотря откуда ветер подует, а равнина может подуть как угодно, ничто не прикрывает. Вот, или может, наоборот, жара наступить, то есть вот оттепели, заморозки и так далее. Даже не совсем зависит от сезона в год, а от направления ветра. Такие, вкратце, дела с климатом. Белые ночи там, с 17 мая по 26 июля. Полярных ночей там нет, это все-таки не полярный город, а скорее такой таежный. Лесной, хотя и северный, конечно. Часовая зона Москва. Ну, вот динамика численности населения, примерно вот как я описывал. То есть при царизме, ну, сравнительно небольшой был городок. Где-то к 17-му году 65 тысяч населения. Потом в Гражданскую падал. Резко вырос в годы, опять же, этих всех пятилеток, когда вообще города росли. Где-то до 280 в войну упало население. Потом восстановилось. Ну, и пик в советский период 420 тысяч было в Архангельске в 91-м году. После этого население все время падало. И сейчас до 300 тысяч упало. Закрытие заводов, миграция в Москву и так далее. Отрицательный естественный прирост. То есть они размножаются, потому что, а что, нестабильно же все, ничего не понятно. Грабят, убивают. Народ и не размножается. Ну, немножко приток населения из сельских районов это все сглаживает, потому что в сельских районах еще хуже. И оттуда частично бегут в Архангельск. Но все равно баланс в целом вниз идет и продолжает уменьшаться. Национальный состав. Сейчас 94% русских. Как я уже говорил, эти цифры скрывают реальное происхождение. Почти в каждом городе говорю. В данном случае основное, видимо, это Северорусс, основное население Архангельска. Скорее всего, туда никто не едет. То есть процент мигрантов из центральных областей России, скорее всего, небольшой. Наоборот, из Архангельской северя они уезжают. Ну, также там где-то полтора процента украинцев, остальные национальности незначительные. Экономика. Строительство интенсивное, опять же, при Хрущеве, как везде, началось с 1962 года. Застроили хрущевками. До того был город, в значительной степени, деревянный. Крупнопанельные дома. После советской власти строительство практически остановилось. Нужна реконструкция старого жилищного фонда, старые дома и так далее, как, в общем-то, и везде. То есть нового строительства интенсивного не ведется. Хотя в многих городах ведется, в северных, допустим. Промышленность по-прежнему лесоперерабатывающая в основном, хотя несколько лесозаводов закрыли. Рыбодобывающая, рыбоперерабатывающая. Это традиционная специализация еще там с 18 века. Архангельская. Так она все и стоит. Ну, соответственно, есть машиностроение и судоремонт, которые в основном работают на эти лесозаводы. Соломбальский ЛДК у нас имеется. Рыбоперерабатывающая рыбокомбинат Беломорье, например, и другие заводы. Примерно 40% всей продукции это лесопромышленные. Пеломатериалы, бумага, картон, целлюлоза. Ну и остальное, по большей части, рыба. Архангельская ТЭЦ снабжает энергетически. Транспортный узел. Там вокруг Архангельской вообще с транспортом очень тяжело. На Архангельске весь хороший транспорт кончается. Там идет федеральная автотрасса Холмогоры до Архангельска. Связывает город с центром России. Вывозится лес, продукция деревообработки. Автомобильная дорога до Санкт-Петербурга есть, но она состоит из нескольких региональных дорог. И сейчас есть план строительства хорошей дороги, федеральной от Санкт-Петербурга-Архангельска. Что отчасти тоже поможет с транспортом. Водный транспорт традиционный. Крупный порт грузовой всегда там был. Для того и построили город, собственно. Но в основном он торговый опять же. Пассажирские рейсы там на Соловецкие острова, где музей есть. И говорят, по две нет, а вообще пассажирские рейсы прекратились. Воздушный транспорт. Аэропорт Архангельск. Крупный, международный. Рейсы в Турцию идут. Архангельск, Анталия. В Египет Архангельск, Хургада. Вот и так далее. Но там есть местный аэропорт Васьково, где вот эта малая авиация летает во всякие города, в которой только есть вот самолетное сообщение. Очень такая распространенная вещь на севере. Ну, я летал в таких кошмар там, по крайней мере, в советскую власть. Он маленький самолет, которого мотает в ямах. Может быть, сейчас получше сделали, я не знаю. Это кошмар. Ну, долететь до тема где-то можно, конечно, на этом драндуляте. Там летчик матерится, эти сибиряки сидят, все, блядь, все там вообще хватаются за свои эти амбалы. Все время вниз, все думают, что сейчас упадем. Ни хера, потом все долетели, все нормально. Говорит, так всегда и летаем, короче. Архангельск, конечный путь с северной железной дороги. Соответственно, планируется еще магистраль до Перми, я про нее рассказывал, был комур. Ну, из Архангельска в Москву отправляется фирменный поезд по морю. Ну, также есть Санкт-Петербург, Новороссийск и так далее. Поезда. Городской транспорт проблема, опять же. Первоначально было трамвай и троллейбус. Трамвай аж с 1916 года, самый северный в мире трамвай. Все это закрыли. В 2004 году закрыли трамвай. В 2008 троллейбус. Сейчас там нет нифига такого. Есть автобусный транспорт, и то в основном частный. Ну, во многих городах закрыли трамвай и троллейбусы. Тоже постоянно рассказываю. Но кое-где там восстановили или держатся до конца. Ну, в Тюмени, допустим, тоже нет ни трамвая, ни троллейбуса. Ну, и, соответственно, в Архангельске тоже нет. Теплоходы работают для связи с островными территориями. То есть есть теплоходный транспорт, который связывает с... Вот вокруг Двины, там истрова еще есть, там тоже люди живут. Вот это тоже, как бы городской транспорт считается. Ну, мостов много, хорошо. И вот в некоторых городах все время жалуюсь, что мостов мало. Там один-два моста не справляются. Много мостов. Северодвинский, Краснофлотский, Кузнечевский, Железнодорожный и так далее. Образование развито. Соединили все вузы в Северный федеральный университет имени Домоносова. Плюс есть Северный государственный медицинский университет и морской институт, конечно. Есть негосударственные вузы, как обычно юристов и бухгалтеров готовят. В культурном отношении все-таки культурно-историческая столица Поморья, центр поморской культуры. И это да, это там поддерживают. И успешно это продают. Все-таки как туристический центр, это вот ездят посмотреть на поморскую культуру. Довольно странно, что в Сибири за челдонскую культуру не держится. Она тоже северная, тоже старая. Все-таки в Архангельске хотя бы уделяется. Понятно, что поморский язык уничтожен практически, русифицирован. Культура, по сути, утрачена. Но, по крайней мере, уделяется внимание ее сохранению. То же самое нужно делать в Сибири относительно сторожильческой культуры. И позиционировать города сибирские как сторожильческие. Такие, как Томск, Тюмень и так далее. Ну, вот у нас ничего такого нет. В Архангельске хоть это держат. Но имеется обычно театр драмы, молодежный театр, театр кукол. Есть поморская филармония, где всякие фольклорные и прочие поморские коллективы. Ну, и другие всевозможные культурные центры. С музеями хорошо. Архангельский областной краеведческий музей. И там вот всякие эти старые книги, резьба по дереву. Вот там культура русского севера хорошо представлена. Потом есть прямо отдельно объединение музеев художественной культуры русского севера. Вот там именно, допустим, изобразительное искусство по типу северной русской иконы, вышивка. Музей художественного освоения Арктики есть. Музей Писахова, сказочника и так далее. Усадьбы всевозможные. Вот они объединены в объединение художественной культуры русского севера. Ну, и есть государственный северный морской музей. По поводу пароходства там и всего такого. Музей авиации севера и другие всевозможные музеи. Возле Архангельска есть комплекс деревянного зодчества Малые Карелы. Крупнейшее в России собрание памятников деревянного зодчества под открытым небом. Там старые дома северные, деревянные. И там их много. Есть музей народных промыселов и ремесел Поморья. Близко от Архангельска, в принципе, находится Соловецкий музей-заповедник. Соловецкий музей внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Там очень много памятников и старого периода 17-18 век. Ну, и вот современные, что в Соловках сделали концлагерь, там про это тоже довольно много. Ну, естественно, есть северный русский народный хор, ансамбль песни и пряски северной и так далее. Это там поддерживается. Много мероприятий в Архангельске, любят там всякие праздники, фестивали. Допустим, с 90-го года проводится международный фестиваль уличных театров, который уже внесен даже в программу ЮНЕСКО развития культуры. Ну, Масленица проводится, Маргаритинская ярмарка, рок-фестивали многочисленные, джаз-фестивали и так далее. Очень много всяких таких вот арт-мероприятий. При всей такой суровой северной жизни люди любят тоже праздники. Достопримечательности. Памятник Петру на всех деньгах Российской Федерации на 500 рублях напечатан. Потом есть памятники архитектуры, допустим, гостиный двор и так далее. Храмы в основном православные. Успенская церковь восстановлена, разрушали. Никольская церковь и так далее. Староверы раньше были, теперь вроде как ничего про них не слышно. Не знаю, может быть, старовершики должны быть. Средства массовой информации местные. Радиовещательная компания «Поморье» и она же и телевизия. То есть телевизия не «Поморье», а «Радио-Поморье» и «Регион-29». Это тоже телеканал и одновременно радио тоже. Печатные издания местные «Правда Севера», «Архангельск», «Моряк Севера», «Рыбак Севера», «Речник Севера» уже закрыли, бизнес-класс «Архангельск», журналы «Поморская столица», «Архангельская старина» и так далее. Но в интернетах должны быть. Проводится там реконструкция поморской идентичности и в какой-то степени поморского языка, но в основном будут с упором на древние обряды старые. Вот я смотрел там ролики, в основном именно этнографическое. Проекты возрождения поморского языка постоянно возникают, преследуются властями. В нулевых годах Моисеева инициаторы возрождения языка, насколько я понимаю, посадили. Сейчас я тоже в интернетах вижу проекты возрождения поморского. Мы их поддерживаем, сибирский язык, но всё-таки много гульдёхи недавно обсуждали, то, что они там написали. Всё-таки ребята пытаются кодифицировать тот региолект, который сейчас сложился. Так он страшно русифицирован. Это вообще не язык, это региолект называется, это вот остатки языка, так сказать. Поморов обучили московскому языку, но они делают ошибки, потому что это не родной язык. Ну, ребята, это не поморский язык, надо очищать от всей московщины и возвращать в состояние 18-го примерно века, 17-го, когда ещё не было этого маразма всего московского. Ну, вот так именно мы делаем в проекте сибирского языка, и он у нас успешен. Несмотря на травлю в нулевые, потом замалчивания в 10-е и в 20-е повсеместные, у нас сейчас самый развитый проект из всех проектов возрождения малых языков. Славянских у нас обширнейший словарь, у нас работает группа, у нас живой чат, у нас постоянно новые тексты, там, мемы, ролики и так далее. И у нас всё, что угодно, мы сейчас язык реконструируем, всё, что угодно можно написать, хоть по химии, хоть рок, эти самые тексты переводить, всё это у нас постоянно делается. Это потому, что мы не занимались московщиной, мы этими суржиками и блядскими не занимались, как они там говорят, сибирский вариант русского языка. На сибирском варианте сами разговаривайте, у себя в Москве нахуй. А мы будем в Сибири говорить на сибирском языке, и того же я желаю поморам, чтобы они возродили подлинный поморский язык, такой, как он был ещё до какого бы то ни было влияния московского языка. Продолжение следует...